Всем добрый день! Мы в прямом эфире. Немножко подожду, пока присоединятся люди. Скажите, пожалуйста, как хорошо ли слышно вам? Очень важно знать, чтобы наш эфир сохранился без проблем. Здравствуйте! Те, кто со мной не знакомы, меня зовут Кристина. Я мастер перманентного макияжа в студии Эксперт по мову. Очень рада вас видеть. Тема прямого эфира – работа с асимметрией бровей. Эфир будет в записи, поэтому я думаю, что если у вас будут какие-то вопросы, вы можете также нам написать под постом. Мы также ответим и в конце эфира я тоже отвечу на ваши все вопросы. В этом прямом эфире мы с вами поговорим вообще о видах асимметрии. Очень важная тема в нашей работе – как работать с той или иной асимметрией, как работаю с ней я. Я подготовила также видео и фотоматериалы, чтобы наш эфир был более интересен, более информативен для вас. И я думаю, мы начнем. Я думаю, что все знают, что такое асимметрия. И мы делим асимметрию на два вида. Это асимметрия врожденная и приобретенная. И очень важно, исходя из этих видов, правильно работать с данной асимметрией. Что такое врожденная асимметрия? Врожденная асимметрия – это, другими словами, те особенности физиологические и генетические нашего строения лица. К такой асимметрии мы можем отнести тот случай, когда у нас измененная форма черепа, да, несимметричная, бромные дуги несимметричные. То есть это то, что заложено природой и то, что мы, как правило, должны исправить. С такой асимметрией мы должны работать максимально воздушно, чтобы не подчеркнуть всю асимметрию лица в целом. Это очень важно понимать и очень важно учитывать при работе с клиентом. И, конечно, каждый случай индивидуален, но мы должны всегда об этом помнить. Второй вид асимметрии – это приобретенная асимметрия. Случаев этой асимметрии, то есть причиной этой асимметрии бывает масса. Это могут быть последствия каких-либо заболеваний, последствия, например, болезни зрения. И также это может быть мимическая асимметрия. Очень частая асимметрия для нас, мастеров, которая встречается у нас в практике. Например, тогда, когда одна бровка у нас задирается выше, чем другая. И в этом случае есть два пути решения. Если эта асимметрия, она не сильно явная, то мы выравниваем ее с помощью перманентного макияжа. И если мы видим какой-либо сильный гипертонус, когда у нас бровь прям подскакивает, то, конечно, это лучше клиенту обратиться к косметологу, решить эту проблему больше уполами красоты, нежели подгонять одну бровь под другую. Сейчас чуть-чуть полистаю, есть ли какие-то вопросы уже в процессе. Пока нет, поэтому продолжаем. Сейчас продолжаем. Часто бывает такое, что клиент просит подогнать нам одну бровь под другую, тогда, когда она у нас подскакивает. И у меня есть для вас очень хорошее видео, яркий пример того, как вам показать то, что мы не можем с вами сделать одну бровь относительно симметричной другой. Наши лица у всех симметричны, и очень важно понимать в целом картинку красивую и, наоборот, преобразить клиента, нежели делать абсолютную симметрию. Сейчас попробую включить видео. Вот очень яркий пример. Скажите, всем ли видно? Давайте представим, что данная девушка у нас хочет бровь, в данном случае правую. Она у нее вздернута, ей нравится, как она смотрится у нее на лице, и мы начинаем рисовать ей эскиз по данной брови. Я немного ускорила видео, чтобы вам было понятно, потому что работа была на телефоне, было очень сложно нарисовать ровный эскиз. Эскиз всегда выглядит апплирован, потому что он имеет четкие границы явные. Но, допустим, что мы нарисовали ей идеальный эскиз, которым она только мечтала, на одной брови. И программа нам сейчас отобразит эту бровь на другой стороне. То есть такой эскиз у нас бы получился. И так бы он выглядел в целом. И мы сразу видим, что абсолютная симметрия не помогает нам добиться хорошего результата. Если мы приблизим нашу левую бровь, то мы увидим, какого количества волосков пришлось бы решиться клиенту, если бы мы все-таки сделали ей их по симметрии одинаковыми поступать в отношение к правой брови. Да, посмотрите, какого количества волосков мы лишились, и какое количество пустой кожи мы должны были прокрасить. То есть перманентный макияж, он выглядит априори неестественно, если его не прикрывает природная тень волосков. И мы должны стремиться, чтобы наш перманентный макияж выглядел гармонично на лице. И не обязательно это должна быть абсолютная симметрия. То есть с данной девушкой можно было бы поработать и нарисовать ей более симметричный эскиз, не опираясь на ту или иную бровь, как, например, в этом случае. То есть вы должны больше склоняться к гармонии всего лица в целом. Рисовать эскиз также правильно, также по золотому сечению, отмечать основные точки, но уже отходить от исходника вашего. И в данном случае, девушки, я немного опустила ее излом на левой брови и немножко опустила бровь правую, потому что, чтобы брови стали в один уровень. Я думаю, что с этим понятно. Что за программа? Программа, не помню, как называется, но это обычная программа, которая для дизайнеров, для людей, которые хотят порисовать на телефоне, в ней есть отличный инструмент симметрия, который просто отображает видео. Это отображает то, что я рисую на одной половине. Нам часто также встречается вид асимметрии дугообразных бровей. Очень тоже распространенное явление, например, как у вот этой женщины, когда бровь у нас имеет полукруг, хвостик значительно ниже, чем начало брови. И мы мастера перманентного макияжа, мы все-таки не визажисты, мы должны отталкиваться от природного роста волосков, и я допускаю в своей работе выход за пределы роста волосков не больше, чем на 3 мм, чтобы перманентный макияж, он выглядел более естественно. И в данном случае, сейчас я покажу видео, которое я тоже подготовила для вас. В данном случае мы сразу видим, что начало брови у нас достаточно выше, чем хвостик, что быть в принципе не должно. Сейчас видео начнется, чтобы наглядно показать вам. Секундочку, подождем, хорошо? Я пока полистаю, есть ли вопросы у нас. Здесь линейкой показываю, насколько у нас хвостик опущен от начала брови, какими пигментами работаем. Работаем пигментами аква, минеральными пигментами, очень хорошо ведут себя со временем, уходят практически в ноль, хорошо удаляются лазером, поэтому предпочитаем больше их. Провела горизонтальную линию, показала вам, какое количество хвостика у нас выпирает над началом брови. И по правилам золотого сечения мы все знаем, что хвостик должен находиться либо на одной горизонтали, либо чуть выше нашего начала. И обратите внимание, какого количества волосков не хватает на нашем изгибе. То есть здесь мы должны добавить наш пигмент, чтобы наша бровь приобрела такую более оформленную форму. К сожалению, нашла только одну бровь, поэтому ставим направляющие. Здесь я сделала это более-менее на глаз, тоже провела линию через внутреннюю радужку глаза и также определила хвостик. Стрелочки и межресничку каким пигментом делаете? Спасибо. На стрелочке и межресничку мы используем органические пигменты. У нас есть собственный пигмент собственного производства в нашей студии, и мы работаем именно им на веках. И я уже начала отрисовку эскиза. Сразу говорю, что эскиз выглядит утрированно, с широкими линиями, и также в такой симметрии важно уметь работать градиентом. То есть на пустых местах вы должны пройтись более плотно, нежели в местах, где есть волоски. Так вы скорректируете форму бровей правильно, чтобы это визуально смотрелось гармонично. То есть такой эскиз получился. Такая более геометричная форма. И конкретно в моментах... Вот этот хвостик, да, мы немного подщипываем волоски, чтобы все смотрелось хорошо. И в месте под бровью... Сейчас я прям нарисую схематично, как мы работаем. Видео приостановилось. Видео приостановилось, но я уже объяснила, что в зоне под бровью мы работаем более плотно, и в зоне, где Апекс, работаем на распыление, также добавляя пигмент. Следующий вид, который мы с вами также можем разобрать, на конкретном примере, это перещипанные брови, как, например, вот в этом случае. С перещипанными бровями важно обращать внимание на пушковые волоски. Я их выделила в начале брови, мы их можем заметить, и также в хвостовой части. Там видно, что волоски когда-то прорастали, но по каким-то причинам, либо клиент сам их подщипал, либо они могли выпасть из-за нервов, либо из-за какой-то болезни, причин массы. Поэтому мы должны обращать на это внимание. Также строим наши направляющие по тому же принципу золотого сечения. И у нас брови достаточно симметричные, но здесь больше акцент на пустых местах, то есть мы должны дополнить правильно форму. Инструментом симметрия я также вывожу горизонтальные линии. и определяю основные точки. Да, и мы видим то, что правая бровь, она слегка выше, чем левая, что волосков на левой брови все-таки немножко не хватает. И мы начинаем прорисовывать нашу форму. Здесь тоже в такой асимметрии очень важно работать в градиентах, правильно имплантировать цвет, в основные пустые места больше, чтобы скорректировать все пробелы. Обратите внимание, наши пушковые волоски мы продлеваем все-таки наши брови ближе к переносице, чтобы наш взгляд был, чтобы наши глазки визуально далеко не были расположены, брови должны начинаться с зоны пирсинга. И в этом случае нам волоски позволяют, то есть здесь должна быть легкая-легкая растушевка на вылет. И такой эскиз у нас получился. Обратите внимание, что все ровно по симметрии, где надо, я немного убрала. То есть по нижней границе, по верхней границе все сходится в одни точки, хвостики и хвостики, начало брови. Да, апекс вымеряю по краю зрачка. Все-таки во многих случаях по краю радужки апекс находится слишком далеко. То есть вы смотрите все равно на картинку в целом, на то, как растут волоски у клиента и ориентируетесь уже по его природному росту. Обратите внимание, что по нашему эскизу крайняя точка, она у нас все-таки дальше, чем рост волосков. Здесь вы на усмотрение клиента. Вы можете добавить эти 2 мм, можете также и не добавлять их. То есть оставить их в... оставить перманент в росте волоска. Это тоже будет гармонично и красиво. Сейчас полистаю вопросы. Сейчас схематично покажу схему работы. То есть здесь на начале брови мы работаем на вылет и также перекрестными движениями как бы распушаем бровь, делаем ее более воздушной с одной и с другой стороны. И также в зоне апекса, там, где не хватает наших волосков, мы прокрашиваем более плотно и также создаем градиент, выходя на вылет на верхнюю границу. С другого хвостика не такая критичная ситуация. Здесь также работаем интенсивно, заполняя наш хвост, потому что все-таки нужно соблюдать градиенты от темного к светлому. И такая микросхема, я думаю, что вам она будет понятна. Немножко полистаю, еще вопросы. Может быть, что-то упустило, пока нашло видео. И я думаю, что самый интересный случай, это тогда, когда у нас одна бровь выше, чем другая, и что же с этим делать? Хочется тоже разобраться. Сейчас я включу видео. Допустим, к нам пришла девушка с врожденной симметрией, когда у нее одна бровь выше, чем другая. И мы можем также с вами обратить внимание на то, что, во-первых, у нас находятся глаза не на одном уровне. Я провела горизонталь, чтобы наглядно это показать. То есть расстояние между нашим глазом и бровью с одной и с другой стороны, оно разнится. То есть правая бровь, левая бровь у нас меньше, чем правая. И тем самым правая бровь у нас выше. Сама по себе. Что в таком случае делать, если мы работаем все-таки не с мимической симметрией? Здесь нужно найти гармонию. Здесь нельзя подогнать одну бровь под другую, потому что слишком большая разница в высоте, особенно апексов. И на мой взгляд, лучше здесь найти симметрию. То есть нашим правилом два миллиметра, одну бровь поднять на два миллиметра, одну бровь опустить на два миллиметра. Так будет, на мой взгляд, этот вариант будет самым лучшим и самым гармоничным к лицу. Но опять же, опирайтесь на пожелания клиентов. Здесь я для себя отметила линии. И тут сразу быстрое видео переключилось на эскиз бровей. Он выглядит утрированно, он не абсолютно симметричный. Мы все знаем, что у нас лица не все несимметричные. Мы можем только стремиться к идеальной симметрии. И идеально симметричные брови сделать крайне сложно. И они зачастую не всегда подходят нашему лицу. И обратите внимание, что на одной брови я добавила пигмента снизу. То есть я вышла на 2 миллиметра вниз, чтобы ее ввести в гармонию к левой брови. И также обратите внимание, что пушковые волоски сверху, они убраны. И на левой брови непосредственно я добавила эти 2 миллиметра, но уже сверху. То есть я ввела брови в одну симметрию. При этом я не вышла сильно за пределы роста волосков. Я скорректировала это максимально естественно. Так, чтобы это не бросалось в глаза. Да, бывает, к сожалению, и череп кривой. И в основном бывают лобные дуги. Они бывают неровные по рельефу. Поэтому каждый случай он индивидуален. И нужно всегда объяснять клиенту, какая у него асимметрия и пути решения с этой асимметрией. Максимально грамотно, чтобы он понимал, почему именно так и не по-другому. Так, у нас уже видео пошло по второму кругу. Сейчас я переключу картинку. Прекращу публикацию. Сейчас вернусь к вашим вопросам. Может быть, кто-либо что задавал, я где-то пропустила. Да, правильно. Так и делаю что-то среднее. Нужно искать гармонию в лицах, а не подгонять одну бровь по другому. Это самый лучший вариант и самый правильный. Зачастую также бывают девочки. Я думаю, что это боль мастеров, которые просят себе прямые брови, прямые и вытянутые хвосты кверху. Здесь тоже старайтесь максимально доступно объяснять вашему клиенту, что перманентный макияж в зоне где нет волосков будет смотреться крайне неуместно. Это не карандаш, который вы можете стереть. Поэтому очень жалко прощаться все-таки с половиной хвостом и рисовать что-то новое. Все, что задумано природой, оно самое лучшее на мой взгляд. Программа. Я сейчас постараюсь сказать вам точную программу. Возможно, вы захотите сделать такое же видео для своих клиентов и объяснить им, объяснить им, почему все-таки сделать то, что они хотят, не всегда возможно. Насколько я помню, сейчас я вам даже скажу. Это может быть любая программа для рисования. Обычно в любых программах есть этот инструмент, она называется симметрия. Он называется симметрия. «Открытка». Продолжение следует... Продолжение следует...